Всем привет, я Евгений Киселев, и вы видите, что в гостях у меня Сергей Жирнов, в прошлом профессиональный разведчик, ныне журналист, политический комментатор, историк, писатель, частый участник программ на разных каналах, а вот на моем канале мы по пятницам встречаемся и обсуждаем разного рода шпионские истории, которые происходят сейчас, которые происходили в прошлом, вспоминаем разные интересные даты и события из истории спецслужб, но хотел бы начать сегодня разговор Сергея Сактуального. Вот смотрите, мы сейчас очень внимательно, подчас, может быть, даже весьма эмоционально, иногда болезненно воспринимаем те или иные публикации, которые появляются в западной печати относительно происходящего на войне Украины с Россией. На войне, которую Россия, уточняю, развязала против Украины 24 февраля 1922 года. Я не буду говорить о том, что иногда, особенно люди старших поколений, воспринимают такого рода публикации, как передовицы в газете «Правда», но раз «Вашингтон-Пост» написал или «Нью-Йорк Таймс» написал, то все ясно, значит, это мнение американской администрации между строками. Хотя это далеко не так. Но, тем не менее, все-таки публикации в западной прессе, они чрезвычайно важны, порой отражают, как минимум, точку зрения, которая бытует. В части западного истеблишмента. И вот я читаю свежая статья в Financial Times, где говорится о том, что на самом деле не все так плохо, как утверждают некоторые, наблюдая за ходом событий на фронтах. То есть шанс у Украины переломить ситуацию, и решающими будут буквально ближайшие несколько месяцев. Запад мог бы принять решения, которые приведут к тому, что Украине будут предоставлены в большем количестве более современные виды оружия, боевой техники. И, соответственно, Украине удастся освободить большие территории и, возможно, не прибегать к непопулярным мерам, например, к массовому призыву граждан на военную службу. Вот вопрос. Разведывательная информация, которую будут получать в ближайшее время страны Запада, лидеры Европы и Америки от своих спецслужб, в какой степени важна при принятии этого решения? На что будет ориентироваться, условно, коллективный Байден? Как вы считаете? Ну, принято считать, что вообще разведка очень большую роль играет в принятии политических решений. Я считаю, что все это в прошлом, в далеком прошлом, что разведные службы во многом очень сильно переоценены вообще публикой, переоценивают сами себя, потому что чаще всего, кстати, политические решения принимают политики, вне зависимости от того, что им рассказывают разведывательные службы. Мы это видели в Израиле. Иногда это заканчивается катастрофой. Мы это видели при Сталине накануне Второй мировой войны. Мы это видели в Израиле накануне удара Хамаса. Мы это видели у Путина накануне начала полномасштабной войны в Украине, где он полагался на разведывательные данные пятой службы генерала Беседы, которому рассказывал, что все куплено в Украине и что в Украине не будет никакой войны, никакого сопротивления. Поэтому вы понимаете, что после всех этих бодяг люди довольно, ну, скажем так, умные люди в политике и в государственном управлении с большим скепсисом теперь относятся к разведданным, особенно российской разведке, которая просто сидит в резидентурах, сидят люди с папами, большими начальниками в Москве, в синекурах, как при Советском Союзе, переписывают Financial Times, Newsweek, Washington Post, New York Times и Wall Street Journal. Отрезают обычно шапку, где ссылка на конкретного журналиста хорошего и конкретную газету и приписывают последним из источников близким к Госдепартаменту, последним из источников близким к дипломатическим кругам западных стран, последним из источников близких к высшему генералитету Пентагона и так далее. Единственная разведка, которая остается действующей в мире, это военная разведка на конкретных театрах военных действий. Вот здесь ее роль бесценна абсолютно, потому что нужно просто знать, куда бить, по кому бить, зачем бить, когда бить и чем бить. И по этому поводу Кирилла Буданов, которому 4 января исполнилось сколько-то там лет, очередной день рождения, вот эта разведка военная украинская, она, безусловно, ценна, и российская разведка тоже работает довольно активно и военная, и политическая. Вот, и мы видели, что вот в Украине, допустим, там политическая разведка всплыли данные о том, что сеть Starlink, нет, StarKivstar, да, телефонная сеть, сеть почти 6 месяцев была хокирована российской стороной и имелся допуск там и так далее. Вот там идет, идут, конечно, борьба разведок очень активно вокруг. Мы знаем, какая огромная сеть разведка у Российской Федерации в русской православной церкви и, в частности, на украинской территории. Среди политиков украинских довольно много людей, агенты влияния. Вот, ну, конечно, для Запада, безусловно, это будет иметь значение, потому что их резинентура тоже работает. У них работают как легальные резинентуры, так и у них нет, судя по всему, нелегальных резинентур ни в России, ни в Украине. Но, скорее всего, у них есть разведчики глубокого прикрытия, то есть те, кто не числится под крышами посольств, консульств и так далее. Вот, конечно, это будет, разведенные данные будут учитываться, но, как вы сами понимаете, вообще отношения Киева с партнерами – это, в основном, политические отношения. И вот мы видим, что, несмотря на все усилия разведок, на всю информацию разведок, допустим, сорвалось ватирование в Конгрессе новой помощи пакетов 61 миллиард по асистам, политиканским обстоятельствам. Вот, и разведка, возможно, и докладывала, что нужно все это дело быстрее. Допустим, год назад, когда разведка наверняка говорила, что Киеву надо поставить все максимум до февраля месяца, чтобы весеннее наступление удалось. А не было поставлено ничего или мало, или с опозданием, или не то, или не так. Вот, и поэтому в этом смысле я не склонен переоценивать значимость разведслужб. Хотя вот то, что вы указали, те источники, американские газеты крупные, на которые вы сослались, вот здесь, кстати, роль разведок значительна, потому что мы совершенно невооруженным глазом видим войну компромата, войну пропаганды. И сначала возникает статья, где написано, все пропало, клиент уезжает, гипс снимают, нет смысла помогать украинцам. И это понятно, что эта статья была проплачена российской разведкой. Вот, а потом получается вот такая статья более взвешенная, которая явно совершенно была там под влиянием, возможно, дипломатических или разведанных кругов Украины, которая пытается давить на своих партнеров. Вот, но одновременно есть и прямые публикации, типа интервью Зеленского журнала Economist, где он сказал, что вообще в западном мире, судя по всему, последнее время исчезло ощущение остроты конфликта, остроты и важности этого конфликта. И есть ощущение, что западный мир не понимает, что идет четвертая мировая война на самом деле в Украине. Если за третью принимать холодную войну, а я склонен ее принимать именно за мировую войну, потому что 30 лет и практически даже 40 лет, ну, с 45 по 91 формально, значит, практически противостояло два огромных лагеря, но всегда, но не было прямого соприкосновения на поле боя, всегда через прокси работали Вьетнам, Корея, Афганистан, Никарагуа, Мозамбик, Ангола и так далее и того подобное. И напрямую работали разведки друг против дружки, и мы с вами вот этот период очень особенно освещаем, потому что это нас интересует в наших шпионских историях, потому что это золотой период советской и иностранных разведок, потому что и проникновение в разведки были. Но вы знаете, опять же, почему моя теза была о том, что разведки на самом деле не нужны? Потому что в 91 году выяснилось, что Комитет государственной безопасности, главной задачей которого было, он себя считал вооруженным отрядом Коммунистической партии Советского Союза и таковым рассматривался в документах КПСС, он не выполнил свою главную задачу. То есть он не спас самого себя как институт, он не спас КПСС как институт, и он не спас Советский Союз как государство. И поэтому стоило ли огромное количество жизней, денег и средств и усилий в течение 70 лет того, чтобы потом все это дело 21-25 декабря развалилось, как карточный домик, и накрылось медным тазом. Вот, кстати, вот история в этом смысле иронически показала, что все люди, которые надувают щеки по поводу шпионских суперопераций, но особенно в период там с 45 по 91 год, в итоге все эти супероперации, в общем, ни к чему не привели. И, кстати, этот пример не только со стороны Советского Союза, посмотрите, у американцев, и то же самое, даже сами спецслужбы, Гордеевский, один Гордеевский или Митрохин похоронили всю деятельность КГБ за многие годы. Пеньковский похоронил военную разведку. Можно назвать 100 или 150 имен перебежчиков советских, которые рассказали все секреты, как ГРУ, так и КГБ, а также ГРУ и КГБ могут похвастаться Хансеном и прочими всякими вербоками внутри американских спецслужб, ФБР, ЦРУ, АНБ. И Сноуден, который перешел к Путину, это, значит, вишенка на торте такая в российский период, плюс, значит, обмен нелегалов российских, советских в 2010 году на четверых людей, якобы работающих на американцев и англичан, в общем, показывает, что на самом деле все это во многом очень переоцененные вещи, и взаимные успехи нивелируются взаимными провалами. Вот такая у меня не очень оптимистическая, такой не очень оптимистический взгляд вообще на все спецслужбы. Ну что ж, давайте мы теперь обратимся к разного рода конкретным увлекательным историям. И я хочу начать с того, чтобы выполнить свое обещание, особенно я это говорю для тех, кто нас внимательно смотрит и, может быть, помнит, что расстались мы неделю назад на том, что я пообещал рассказать вам удивительную историю про вашего бывшего начальника. Я имею в виду генерала Юрия Дроздова, который когда-то возглавлял службу нелегалов, службу С в первом главном управлении во внешней разведке КГБ СССР. И вы с ним были лично знакомы, под его начальством какое-то время проработали. Так вот, история такая. Нас, кстати, смотрят, я вам подтверждаю, нас смотрят и помнят ваше обещание. Мне уже где-то в комментариях под нашими другими эфирами или под предыдущим эфиром написали, что, Евгений Алексеевич, не забудьте рассказать то, что обещали. Так вот, рассказываю. Эту историю на самом деле я знаю от моего друга и коллеги, очень известного журналиста Андрея Остальского, который в прошлом возглавлял русскую службу BBC некоторое время. Но история эта приключилась, когда он работал в газете «Известия» в 92-м году. И вот он начал с того, что это было время, когда еще в больших газетах работали хорошо налаженные, как говорится, опытные весьма отделы писем, где сидели люди, умевшие работать с корреспонденцией, приходившей в редакцию. Это, ну, что называется, такая журналистская Атлантида, давно ушедшая на дно. Сейчас мы, каждый журналист может там заглянуть в эти чаты, которые существуют у любого средства массовой информации, работающего в том числе онлайн, посмотреть, что там пишут, какие вопросы задают. А тогда были специальные сотрудники, распечатывавшие, приходившие в редакцию письма, изучавшие их, оценивавшие, если там какие-то крупицы интересной информации или нет. Так вот, Андрей Всеволодович тогда работал в международном отделе, и приходит к нему сотрудница отдела писем, приносит письмо, говорит, вот, смотрите, черт его знает, может быть, это интересная может оказаться история. Письмо из Мексики от женщины, которая представляется и пишет, вот, вы знаете, я много лет об этом молчала, это история из моей жизни, много лет молчала, но сейчас наблюдаю за теми переменами, которые произошли в бывшем Советском Союзе, 92-й год, вот, первые месяцы после развала СССР. Хочу рассказать, что был у меня муж, который в какой-то момент признался мне, что он не мексиканец, а русский, что он разведчик нелегал, а вот, но он меня так полюбил, и у нас такая сложилась замечательная семья и такая замечательная семейная жизнь, что он хочет порвать со своим прошлым, со своей работой и погрузиться исключительно вот в наш частный счастливый быт. И сообщил мне, что вот он написал уже или передал как-то своему начальству о том, что он хочет, что называется, уйти на покой. Именно вот не перебежать на другую сторону, там, не... начать работать на противника, нет, а просто вот, что называется, уйти в отставку и зажить частной жизнью. И потом он пропал. И прошло уже много-много лет, я о нем ничего не знаю, я вроде как на этом поставил крест, но решила, вот теперь, может быть, в новое время кто-то мне поможет и разыщет следы моего мужа, потому что, судя по всему, его украли и увезли в Советский Союз. Остальский обращается к генералу Дроздову, который зачастил в гости редакцию «Известия». Это было, опять-таки, то время, когда многие высокопоставленные сотрудники спецслужб стремительно пытались наладить добрые приятельские отношения с представителями журналистского мира. И вот Юрий Иванович как раз был частым гостем редакции «Известия», в том числе и Андрея Остальского. И Андрея Остальский показывает ему это письмо, ну, разумеется, там, в переводе с испанского, рассказывает вот эту историю и говорит, вот, Юрий Иванович, о чем черт не шутит? Может быть, это не сумасшедшее написало, может быть, это написал действительно там реальный участник такой драматической истории. Можете узнать? Попробую. Попробую. Проходит какое-то время, может быть, месяц, он возвращается, говорит, Андрей Всеволодович, никаких концов нет. Ничего у нас нет. Вот все, все, все перерыл, что называется, со всеми поговорил. Не было такого. Ну, говорит, ну что, тогда, значит, закрываем тему. Подождите, подождите. А вы не можете поинтересоваться у соседей, имеется в виду, у военной разведки? Да. Остальский изумляется, говорит, послушайте, Юрий Иванович, так вот, насколько я знаю, нелегальной разведкой ГРУ не занималась в последние десятилетия. Занималась, занималась. А вот он говорит, да ну как сказать не занималась? Ну, вообще-то не занималась, но иногда занималась. Попробуйте, если у вас есть, что называется, концы, попробуйте там разведать. Мне сложно это сделать, говорит он. А после этого Андрей Остальский обращается к своему сотруднику, к своему коллеге, который в газете «Известия» вел военную тему, у которого были связи с высокопоставленными военными, с генералитетом, тот запас несколькими бутылками водки, к негею и отправился, значит, со своими военными друзьями в сауну на выходные. И потом, спустя какое-то время, пришел с ценнейшей информацией. Было такое, оказывается. Было такое, была такая история. Случилось действительно такое в практике. Вот этих самых, как их называли, соседями. В практике ГРУ. Действительно был резидент нелегальной ГРУ в Мексике, который решил уйти на покой, но ему не дали. Его действительно вывезли в Советский Союз. Долго думали, что с ним делать. И в итоге решили, ну, он же не предатель, он ничего не сдал. Короче говоря, отправили его надолго в психиатрическую лечебницу. Ну, и, короче говоря, кончилась эта история тем, что нашли этого человека, который уже из психиатрической лечебницы был отпущен давно, который жил, кстати, в Киеве. Нормальный жизнью частного человека завел в свою семью, уже работал на какой-то гражданской работе. Приехала к нему эта женщина из Мексики. Повидались они. Но, к сожалению, как говорится, уже восстановить то, что ушло, не удалось. А Андрей Остальский по мотивам этой истории, он же ушел из журналистики в писательство, пишет романы и написал, в частности, увлекательный роман, который так и называется «Жена резидента». Вот такая история. Интересная история. Да, интересная история. Кстати, я был причастен к тому, как Юрий Иванович выходил на газеты, потому что его очень несправедливо выперли на пенсию. Несправедливо? Несправедливо, да. Несправедливо и некрасиво. Вот, то есть, ну, ему исполнилось 60 лет, и нет, даже не 60 лет, а 65 лет. Он 25-го года рождения, и, значит, это произошло в 91-м году. И он успел, вот, у нас была, разрабатывалась самая большая моя операция французская, и он успел все это сделать. Он успел, кстати, меня провести официально статусом нелегала, когда я выходил во Францию. Вот, и потом в июне 91-го года его выперли на пенсию, и уже я уезжал, уже был генерал Журавлев, который стал его, который был его первым замом, а стал начальником управления ЕС после Юрия Ивановича. Вот, Юрий Иванович, кстати, остался очень активным человеком. У него сын был, кстати, депутат Государственной Думы. Вот, он сам создал предприятие частное, которое называется «Намакон», такую консалтинговую фирму. Вот, он был председателем, по-моему, правления Ассоциации бойцов спецназначения «Вымпел». Вот, то есть он на самом деле такую ввел довольно очень активную и политическую, и аналитическую работу. Они издавали какой-то там справочник, писали свои статьи. Вот, а когда я еще был под его руководством, у меня был французский источник, который, ну, был в одном из ультраправых движений французских. И вдруг я его заметил, что он ходит по нашим редакциям, в том числе редакция газеты «Правда». Вот, и, ну, так сказать, проинформировал свое руководство о том, что, в общем, надо здесь как-то поаккуратнее с ним работать, потому что, в общем, человек очень скользкий и не самая хорошая у него репутация даже во Франции. Вот, и это мое сообщение позволило Юрию Ивановичу приехать к главному редактору газеты «Правда», чтобы, так сказать, его предупредить. Ну, и через, буквально через 10 дней появилась огромная статья, и была первая статья про нелегальную разведку. И, кстати, вот, по-моему, из-за этого Юрий Ивановичей стали выпирать на пенсию, потому что он слишком активно начал давать интервью. Вот, но была перестройка, это было окончание, так сказать, Советского Союза, то есть понятно, что совсем поменялась ситуация в Советском Союзе, вот, и потом он издал книжку, книжку тоже, которая, трудная работа, вот у меня она есть, кстати, с дарственной надписью где-то на моей полке, вот, которая тоже, так сказать, она очень трудно проходила, потому что, ну, там, в общем, конечно, никаких больших секретов нету, вот, но, тем не менее, я так понимаю, что он не очень сильно согласовывал ее с начальством, и, в общем, начальство вообще не любит, когда вы становитесь каким-то известным человеком в публичной жизни. Вот, и поэтому состоялось такое, вот, не очень приятное его выпирание на пенсию. Вот, а мы с ним встречались, кстати, после этого дела, после развала Советского Союза, и последняя встреча у нас была, по-моему, в 93-м году, или в 94-м году. Я приезжал в эту фирму на Макон, и мы с ним, кстати, сфотографировались, он вообще очень не любил фотографироваться, и практически я единственный нелегал, у которого есть официальная фотография с бывшим начальником управления С, вот, это у меня такое хвостовство, и поэтому во всех сайтах всегда, когда пишут о Дроздове, всегда демонстрируют мою с ним фотографию. Вот, и даже когда он умер в 2017-м году, в Нью-Йорк Таймс, когда он напечатал статью о Дроздове, на меня там тоже сослались в конце, как на любимого ученика Юрия Ивановича. Так что у нас у каждого со своей стороны есть рассказки на эту тему. Ну, кроме того, что я вам могу подтвердить, что наши сотрудники работают в редакциях крупнейших газет, в частности в «Известиях». Вот, ну, называть фамилии не буду, потому что некоторые, может быть, из них еще генералы в СВР. Вот, так что, ну, я вам подтверждаю, что журналистское прикрытие, вообще это прикрытие реальное такое вот. И одно из самых лучших, кстати, прикрытий для легальной разведки, вот, потому что все это, во-первых, сама профессия практически та же самая. То есть журналист-исследователь, журналист, который ищет интересные истории, это тоже самый разведчик, это, ну, или по-буржуйский шпион, вот, и потому что сама профессия позволяет вам задавать постоянно вопросы. То есть ни у кого не вызывает никаких подозрений, если вы приходите и говорите, я журналист, хочу с вами поговорить. И все, с вами говорят, потому что у журналистов работа такая, говорить, задавать вопросы, узнавать, писать что-то. Обрастать вяземер, изучать те или иные аспекты жизни в стране, где он аккредитован, как корреспондент какого-либо средства массовой информации. Причем во всяких кругах, каких угодно, в том числе военные, полицейские, политики, государственные деятели, экономисты, руководители предприятий, ну, все то, что интересует разведку. Поэтому вообще, вообще, строго говоря, либо адвокат, либо консультант, либо журналист, это самые хорошие прикрытия для разведчика. Ну, или коми-вейджор, потому что просто ездить много. Ну, журналист сам по себе может ездить, опять же, куда угодно, где угодно, когда угодно. Вот, и поэтому это очень хорошая профессия. Вот видите, у нас такая получилась связочка, потому что, на самом деле, вы знаете, под нашими эфирами, которые очень хорошо смотрятся, у нас, кстати, уже есть такая стабильное ядро аудитории, которая смотрит, ждет нашей передачи. Вот, и они меня спрашивают, ну, понятно, там Жернов рассказывает чего-то, но а что там Киселек может рассказать про разведку? Вот люди не понимают, что у нас с вами одна и та же профессия. Просто мы по-разному к этой профессии относимся. Разница, на самом деле, только в одних вещах. Первое, это этика профессиональная совершенно разная, потому что журналист, во-первых, не может придумывать ничего. Больше не может придумывать, чем разведчик. Разведчик тоже не должен ничего придумывать, но разведчик, поскольку работает с секретами, то у него есть иногда, вот как я вам рассказал, истории, когда там переписывают журнальные статьи. Вот, это первое, журналистская этика. И этика в том смысле, что журналист не может нарушать закон. То есть вот, а разведчик должен нарушать закон. Вот, и это самое главное, что и журналисты интересуют жизнь вообще, а разведчик интересуют жизнь только секретная. То есть вот просто вот журналисту интересно написать вот такую историю, как вы мне сейчас рассказали, допустим, потому что это человеческая история, которая замешана, конечно, на шпионаж, но вот в своем окончании сама история, и вот ваш коллега, он написал даже книгу, потому что это просто интересная вещь, вот написать, как все это дело развивалось, и чем закончилось, это для журналистов интересно. Для разведчика интересно было бы только первая составляющая, то есть тогда, когда человек там работал внутри, и можно ли было там переваривать, зарубовать и что-то в этом ручке. А в остальном все то же самое. Проверка, факт-чекинг такой же в одной профессии и в другой профессии. Не выдача источников абсолютно такая же у разведчиков и у журналистов. Есть примеры иностранных корреспондентов, которые шли под суд, но не выдавали своих источников и не говорили, кто им что рассказал, потому что если расскажешь один раз, выдашь источник, никто не будет больше никуда писать, никто не будет сотрудничать с журналистами. Есть журналисты, которые пишут на политические темы, на военные темы, на разведческие темы, у которых есть источники абсолютно как вербовка. И, кстати, связь с ними такая же, то есть они встречаются тоже, конспиративно поддерживают, значит, меры конспирации принимают, там, ну, я не знаю, проходят проверочный маршрут. То есть журналистов не учат этому, но им приходится учиться, чтобы не попасть в поле зрения спецслужб, там, я не знаю, контрразведки. Если журналисты работают с членами мафии, то это похлеще разведки, потому что вы рискуете жизнью, то есть если, не дай бог, мафия выйдет на вас, когда вы пишете книгу про мафиози, то вас убьют, там, я не знаю, то есть на самом деле эти две профессии очень близко связаны, и поэтому Евгению Алексеевичу есть что рассказать про разведку. Плюс мы, когда готовились к запуску нашего проекта, эта инициатива шла от Евгения Алексеевича, который после нескольких наших бесед сказал, кстати, вот вы знаете, вы работали внутри, а у меня жизнь сложилась так, что я с всякими разведчиками и военными, и КГБшными по семейным каким-то обстоятельствам, по учебе, там, еще по каким-то делам соприкасался всю свою жизнь, и у меня такое впечатление, что я вообще про вас знаю больше, чем вы сами про себя. И поэтому возник такой тандем, который, с моей точки зрения, чрезвычайно интересен, и доказательством является то, что нас действительно смотрят люди, и это действительно им очень интересно. Ну вот, во-первых, спасибо за добрые слова и уважительные в мой адрес и в адрес людей моей профессии, а во-вторых, вот вам конкретный пример, да, мы как раз с вами думали, о чем еще поговорить, какую очередную историю рассказать, и вот история, которая, во-первых, связана с одним из, быть может, самых знаменитых эпизодов в работе советской внешней разведки, нелегальной разведки. С другой стороны, это как раз история про то, как иногда людей, которые, как вот Юрий Иванович Дроздов, много сделали в какой-то момент, либо увольняют, либо еще в какой-то виде или в какой-нибудь форме, недооценивают или не оценивают совсем. И, в-третьих, это как раз история, которая из моей профессиональной жизни, потому что когда-то, почти четверть века прошло, в 2000 году я вместе с моими коллегами работал над документальным фильмом, который до сих пор его можно при желании посмотреть, он выложен в Ютьюбе, называется «Похищение огня», и это история про советский атомный шпионаж. И одного из главных героев истории про то, как похищали секреты производства атомного оружия в 40-х годах, из Лос-Аламоса, там, где находилась главная лаборатория, где разрабатывали американцы первую атомную бомбу, это история про суперагента, можно сказать, советской разведки, немецкого физика Клауса Фукса, который, мнению большинства ветеранов, внешней разведки, был самым ценным источником информации о производстве американцами атомной бомбы. Передал в Москву самые важные сведения. Сначала, когда он работал там, в Америке, потом, впоследствии, он переехал в Великобританию, оттуда поставлял атомные секреты своим московским куратором. Но, в итоге, когда он был арестован, он, в некотором смысле, попал в немилость к Москве. Потому что на судебном процессе он признался сразу, да, я работал на советскую разведку, да, я агент. И это ему, можно сказать, не простили. Потому что он не повел себя, как Уильям Фишер Рудольф Абель, который, что называется, все отрицал и ни слова не сказал, а Фукса, которому двигали другие мотивы, который работал на советскую разведку, потому что страшно верил в то, что не должна быть монополия на вот это знание в руках одной державы, в руках Соединенных Штатов. Был, так сказать, он был пацифистом, и он был мотивирован вот так вот идейно, может быть, несколько необычным образом. Передавал Советскому Союзу ядерные секреты, чтобы они не остались в монопольном владении Соединенных Штатов Америки. И вот в результате о нем вообще ничего долгое время не было известно, до тех пор, пока о нем не стал рассказывать его бывший куратор, ветеран внешней разведки Александр Феклисов. Ну, вы знаете эту историю наверняка лучше меня, вам слово. Ну, историю, конечно, это история, которой гордится советская разведка. Это действительно самая громкая вещь в истории советской разведки. И когда я пришел в Краснодарный институт в 1984 году, у нас были, естественно, лекции об истории советской разведки. И это с того, то, с чего начинали. Причем ее рассказывали те люди, которые тогда еще жили. Тогда и Яцков, и Феклистов, и Барковский жили. Вот, и регулярно давали лекции, рассказывали какие-то. Вот, потом на эту тему писалось много. Вот, и история не только самой разведки, она важна не только для самой разведки, но вообще история, которая определила абсолютно всю, всю историю мировую, да, потому что создание ядерного оружия, это вещь, которая перевернула всю геополитику, и идет она до наших, до наших времен. Поэтому, кстати, даже сейчас, вот, когда война идет в Украине, Российской Федерации, Путин практически каждую неделю или чуть не каждый день вспоминает ядерную составляющую, Медведев, там, Лавров и так далее. Всех пугают ядерной опасностью. И, конечно, история создания ядерного оружия – это история абсолютно эпохальная. Вы правы в том, что в историографии советской существует убеждение, что Клаус Фукс был главным человеком, который передавал секреты. Это немножко мифология, как всегда. В разведке очень много мифологии, но об этом мы уже с вами уже говорили, потому что все-таки разведка сначала молчит, а когда она начинает рассказывать, она рассказывает очень много небылиц, потому что, с одной стороны, она говорит, что ей надо закрывать источники, то есть она иногда придумывает несуществующих людей или закрывает существующих людей, или переначивает факты, потому что бывают еще такие секреты, которые надо хранить больше 50 лет. В отличие, кстати, от ЦРУ, потому что у ЦРУ 30 лет, и они рассекречивают все. Но там, правда, бывает такое рассекречивание, когда в архиве вы можете взять бумагу, лист бумаги А4, где черным маркером вычеркнуто практически, я не знаю, там 9 десяток текста, и вы можете прочитать там три фразы, но формально считается, они что-то рассекретили какой-то документ из своей истории. История, на самом деле, Клаус Фукс, безусловно, был, во-первых, очень талантливым человеком, а вот в ядерном деле и в научно-технической разведке много, кстати, талантов, да, и вот, потому что людей, которые работали с советской стороны, практически все нобелевские лауреаты, это в основном физики, советские физики, которые так или иначе были связаны с какими-то ядерными исследованиями. Вот, среди американцев тоже много очень физиков, вот, и вот те люди, которые работали в этом проекте Манхэттен, тоже там из них вышло много, многих всех лауреатов, вот, но Клаус Фукс, на самом деле, если вот так по-серьезному, не был единственным источником, он, как и многие, кстати, интеллектуалы в 30-е годы был коммунистом, еще кроме того, что вы сказали, что он пацифист в конце своей жизни, вот, и потому что в те времена, нужно сказать, что вот в 30-е годы, когда уже был фашизм с конца 20-х годов, в Италии, когда уже начиналось нацистское движение в Германии, в общем, интеллектуал, который не был коммунистом, это практически люди, которые просто были плохими людьми, потому что, если человек был просто, ну, думающим и гуманистическим, то он не мог практически в те времена не быть коммунистом, то есть они все там были коммунисты, и доказательством того, что вот когда, значит, создавался американский проект, о котором вы, кстати, сделали действительно хороший фильм, я посмотрел первую серию, я вторую серию не успел посмотреть, вот, поэтому, может быть, даже в описании к нашему ролику мы дадим ссылочку на ваш фильм, потому что он действительно очень интересный. Непременно, посмотрите, пожалуйста, там вот есть ссылочка, сможете узнать все подробности. Да, потому что он, кстати, очень хорошо сделан, вот видно, что уже 2000 год, потому что вы проехали по тем местам, это вообще очень классная вещь, у меня мурашки по коже шли, когда вы стояли рядом с памятником, где взорвали вот эту самую первую атомную бомбу, и даже для меня, вот вы меня тоже удивили, Евгений Алексеевич, на самом деле, потому что я тоже вот технически не представлял, что этот взрыв огромный, он не дал никакой воронке, то есть вообще там не осталось практически никаких следов, там просто в стекло сварился весь песок, который находился в этом месте, и все, а все остальное разлетелось вверх и по сторонам, вот, что физически, кстати, совершенно естественно, вот, об этом, кстати, говорится, вот, ну, потом я перечитал немножко по технике ядерных взрывов, и там говорится, что вот ядерные взрывы наземные, как правило, ничего, глупь не дают, они в основном расширительный взрыв, и все уходит туда, где, значит, открытое пространство, вот, в... Это, конечно, было сильное впечатление, я до сих пор, знаете, вспоминаю, это не так просто было, на самом деле, получить разрешение в Соединенных Штатах поехать туда, на этот полигон, в Аламогорд. в штате Нью-Мексико, в пустыне, в штате Нью-Мексико, и... вот туда приезжаешь, там сохранился еще маленький домик, типа музея, маленький деревянный домик, в котором собирали, в этом домике собирали вот это самое ядерное устройство, готовили его ко взрыву, и там, кстати, что еще запомнилось, там кишмя все кишило кругом гремучими змеями. Да, это жуткое место, конечно. Вот Клаус Фукс был один из тех, кто там присутствовал непосредственно на месте ядерного испытания, участвовал в сборке этого самого первого в мире ядерного, еще не бомбы, просто ядерного устройства, это просто вот к тому, каким тайным он был допущен. В советской разведке, надо вам сказать, что, конечно, все люди, которые были напрямую задействованы в этом проекте, там было, по-моему, один или два человека, которым дали звание Героев Советского Союза, остальных увешали орденами, там ордена Ленина, ордена Октябрьской революции, трудового, боевого Красного Знамени, Красной Звезды и так далее. То есть там все люди, которые были причастны к ядерному проекту со стороны разведки, они все стали полковниками, но из них очень мало людей стало генералами. И из них очень мало людей стало начальниками. И они чувствовали себя обделенными. И на самом деле, вот опять же, возвращаясь к тому, что вы сказали, и мы обсуждали, что вот бывали вещи, когда незаслуженно людей, не то что бросали, но, по крайней мере, не оказывали им должного внимания, и оценку заслуг должную не публиковали, или, скажем так, публично не озвучивали. С советской стороны шесть человек получили звание Героев России в период 90-х годов, когда Примаков и Трубников были во главе советской разведки, и они, в общем, восстановили как бы справедливость значимости этой всей истории. И, строго говоря, есть забытые имена до сих пор или малозначимые. Допустим, Артур Адамс, который был нелегалом советским и который работал тоже с каким-то источником, который даже его до сих пор неизвестно, кто это был. Вот есть такой, значит, Мартин, что-то там, я не помню, как его там звали, псевдоним, то есть, судя по всему, это был какой-то тоже немец, потому что в этом проекте было очень много немцев, которые уехали из Европы и физиков, и которые работали на американцев или на англичан. Были немцы, были немцы, извините, перебиваю вас, которые на советский РИЮС работали в ядерном проекте. Естественно. И вы знаете, вот даже в нашем замечательном блокбастере «Семнадцатого мгновения весны» там же есть физик, и, значит, там проходит атомная тема. Штирлис, значит, вот такой герой, который сорвал, значит, планы немцев по созданию атомного оружия. Вот. И заговор физиков, вот там озвучена была такая вещь, заговор физиков. Вот на самом деле этот заговор физиков присутствовал. Вот то, о чем вы рассказали у Фукса, вот этот пацифизм, это можно было с одной стороны физики, которые не дали немцам создать ядерное оружие, нацистам, во время Второй мировой войны, потому что если бы Гитлер получил атомную бомбу, то мы бы сейчас, может быть, жили бы до сих пор еще при нацистах. Вот. И с другой стороны, очень много немецких физиков уехало в Америку, работало на этот проект. Кстати, там без разницы было, что они все были там коммунистами. Вот. Потом были проблемы не только, кстати, вот с советской стороны. Да. А Пенгеймер в 54-м году проходил через комиссию Маккарти. Да. И в итоге его, у него отозвали, значит, допуск к ядерным секретам. И последнюю часть жизни он, ну, в общем, мыкался, хотя, вот, казалось бы, там, отец, научный, по крайней мере, руководитель всего, всего этого, этого дела. Кстати, вот в 20-м году Голливуд снял замечательный фильм о Пенгеймер. Я, правда, его уже не смотрел, потому что мне, откровенно говоря, надоели все эти атомные секреты, потому что эта тема, вот, на эту тему я читал очень много, потому что, ну, в истории советской разведки, безусловно, она очень сильно гордилась, и российская разведка теперь гордится этим делом, вот, я вам сказал, что шесть человек получили звание Героев России с 96-го по 99-й год, по-моему, при Путине даже еще кто-то там еще там, чего-то там получал, вот, но это примерно так же, как вот, помните, Калашников, да, ведь Калашников закончил подполковником в советское время, да, а Путин его произвел в генералы и дал ему, значит, эти самые звания Героя, Героя России. То есть разведка в этом смысле, конечно, неблагодарное, кстати, дело, и когда людей берут в разведку, им говорят, что это самая жуткая совершенно профессия, потому что вы можете спасти мир от какого-нибудь, чрезвычайно глобальной катастрофы, там, я не знаю, от исчезновения в ядерном конфликте, в результате вас вызовут в какой-нибудь подвал в Ясенево, где будет два человека, скажут вам теплые слова, дадут вам звезду Героя, которую вы никогда не сможете носить, никогда не сможете о ней ничего рассказать, и, в общем, это очень неблагодарная профессия. И, вы знаете, только распад Советского Союза в 91-м году на самом деле позволил шпионам всех стран, как западным, так и советским, наконец рассказать все свои истории. И вот наши шпионские истории, они только благодаря этому и существуют. Да, потому что, если бы не развалился Советский Союз, то я бы не сидел бы никогда перед вами, никогда бы не смог бы вам ничего рассказать, потому что вот такая же история, как у этого нелегала из Мексики. Ведь, строго говоря, в 91-м году меня поменялась система и развалилась Коммунистическая партия Советского Союза, КГБ, СССР, и таким образом обнулились все наши присяги воиновские. То есть, на самом деле, люди, которые, вот мне иногда приходят, и когда мы с вами разговариваем на эти темы, говорят, а, вот там предатель рассказывает секреты советские. Я им говорю, что нет, все мои секреты закончились 25 декабря 1991 года, потому что я давал присягу Коммунистической партии Советского Союза, КГБ и Советскому Союзу. Как только они сами развалились, они сами закончилась моя присяга. Вот, хотя потом возникли большие проблемы у меня в 2000-х годах, в 90-х годах, потому что Примаковская служба и ФСБ Путинский попытались, значит, присвоить себе историю советскую и сказать, что, типа, твоя притяга действует и сейчас. Я им говорю, нет, если ты давал присягу Коммунистической партии Советского Союза, то ты не можешь служить в стране, в которой официальный, значит, образ политической жизни капитализм. Это противоречит всему. И поэтому я над ними, кстати, издеваюсь, когда в этих кабинетах в Ясенево у них, с одной стороны, висит портрет Дзержинского, и они себя называют чекистами, а с другой стороны, стоит икона, и на территории Ясенева есть там какая-то часовня, вот, что, в принципе, кстати, в нарушении Конституции Российской Федерации, которая является светским государством, где государство отделено от церкви, а у них у всех на территориях Министерства Веномс государственных находятся какие-то церковные учреждения, туда ходят попы, и, значит, чего-то там вещают, и это является грубейшим нарушением Конституции Российской Федерации. Но это мы немножко отвлеклись. Нет, мы немножко отвлеклись, я просто хотел подхватить, тема на самом деле огромная, неисчерпаемая, часами можно на эту тему говорить, и думаю, что мы, наверное, в следующей программе ее продолжим, тем более, что у меня есть отдельный вопрос, который я вам в самом конце задам, как бы закидывая удочку в следующую нашу встречу, в следующую нашу передачу. Но вот, вы сказали, что поначалу недооценены были усилия тех разведчиков, которые работали, так сказать, на атомном проекте. Вот, например, упомянутый мною Александр Феклисов, человек, который не только курировал Фукса, когда он работал в Великобритании, но он еще и курировал Розенбергов, когда он работал в Нью-Йорке, вот тех самых знаменитых Розенбергов, пришли Юлиуса Розенберга. И я помню, что когда он первым заговорил о том, какие на самом деле были отношения между советской разведкой и супругами Розенбергами, это вызвало крайне негативную реакцию, потому что официальная позиция была, что Розенберги это жертва антикоммунистической истерии, которых облыжно обвинили в сотрудничестве с Советским Союзом, в передаче оборонных секретов, казнили на электрическом стуле, а Александр Феклисов занял другую позицию, он сказал, нет, подождите, это были смелые и мужественные люди, которые нам очень помогали и открещиваться от того, что они ради помощи нам, нашей разведке Советскому Союзу, пошли на смерть, было бы с моей стороны неправдой, и поэтому я помню, что к нему очень скептически одно время было отношение, но потом оно изменилось, и в конце концов, вот он получил тоже, уже на склоне лет, ему было под 90, получил звезду Героя России, хотя на самом деле заслуживал наверное еще тогда звезды Героя Советского Союза, тем более, что у него был третий важнейший эпизод, он был высокопоставленным советским разведчиком в Вашингтоне во время Карибского кризиса, и тоже поспособствовал со своей информацией его урегулирование, но это так сказать отдельная страница и отдельная история, о которой мы тоже с вами можем поговорить, да, и самое смешное, что уже мы с ним ездили в Великобританию, вот в этом фильме видно, как он показывает маршруты, проходит теми же самыми улицами, по которыми он ходил, проверяя, нет ли за ним наружки британской, чтобы прийти в какой-нибудь паб, где у него была встреча с очередная с Клаусом Фуксом, он передавал ему информацию, вот он там рассказывает, собственно, какими правилами он руководствовался для того, чтобы не засветиться самому и не засветить личную очную встречу с агентом. и потом только я узнал, что оказывается он тоже мой бывший сосед, что он тоже жил в том самом доме, где моими соседями были знаменитые советские разведчики, тоже жильцом дома 108 по проспекту Мира, где вот практически случайно когда-то получил свою первую в жизни квартиру мой покойный отец. Кстати, мы с ним были, когда я был мальчишкой, мы с ним были в городе Сухуми, где находился филиал института, в котором он работал, занимаясь вопросами, связанными с ядерной энергией, со строительством реакторов и так далее. Институт был основан как раз знаменитыми немецкими физиками во главе с бароном Манфредом фон Орденом в Сухуми. Красивая такая фамилия, Манфред фон Ордене. Этот институт занимался как раз в те годы, когда СССР работал над созданием собственного ядерного оружия, проблемами, связанными с расщеплением изотопов урана и их обогащением строительством центрифуг и всякой такой сложнейшей физической истории. Кстати, Манфред фон Ордене, ну, фактически он был пленником, ему только в 1955 году разрешили вернуться из Советского Союза в ГДР, и там он стал одним из руководителей крупного центра по изучению ядерной энергии в Дрездене. И туда же в этот самый центр приехал работать и Клаус Фукс, когда его выпустили из британской тюрьмы, он отсидел, по-моему, 7 или 8 лет. 9 лет. 9 лет он отсидел, и его прямо самолетом из Лондона отправили прямиком в Восточный Берлин, а потом он много лет работал в этом самом Дрезденском центре. Да, он, кстати, академиком Германской Академии Наук Восточной Германии. Кстати, довольно поздно, довольно поздно, потому что ГДР тоже его не очень сильно жаловали. Но его все подозревали в чем-то, вы понимаете, его подозревали и многие, коллеги. Например, мне приходилось слышать такую версию, что как физик-теоретик он был яркой звездой в своей профессии и, возможно, получил бы Нобелевскую премию когда-нибудь за свои исследования, если бы вот не это пятно, что называется, на биографии, если бы не выяснилось, что он советский шпион, если бы он не просидел так долго в британской тюрьме. глядишь... глядишь... ...летел из рук шведского короля Нобелевскую премию. Да. Кстати, довольно интересная вещь была связана с тем, что, и это вы рассказываете в своем фильме, и в следующей передаче наверняка мы об этом подробнее поговорим, что очень много на самом деле неоднозначных вещей с этой истории. неоднозначная вещь, это, во-первых, абсолютный дьявольский человек в Советском Союзе Берия в атомном проекте был абсолютно эффективным менеджером, и, пожалуй, если этот проект и состоялся, то он состоялся только благодаря ему, потому что Молотов его чуть не развалил этот самый проект, а Берия, когда туда пришел, он железными руками создал эту команду, и, кстати, Берия, мы уже с вами уже говорили, когда в 1953 году умер Сталин, Берия был на самом деле практически самым демократическим и самым прогрессивным человеком в советском руководстве, за что его, кстати, и убили. То есть это с одной стороны. С другой стороны, Клаус Фукс, который был немцем и работал на американцев и англичан, он на суде говорил, а в чем вы меня, собственно, обвиняете? Как, кстати, на других судах говорили другие люди, он говорил, что Советский Союз был союзником Соединенных Штатов Америки и Англии, и больше того, было обязательство между союзниками обмениваться, в том числе, и самой секретной военной информацией. И он подписывал, кстати, там был какой-то приказ Черчилля или кого-то, где был, это все дело закреплено, и поэтому, кстати, его не расстреляли, поэтому англичане, кстати, его не выдали американцам, и он не сел на электрический стул, поэтому ему дали не пожизненное заключение, а всего 14 лет, и поэтому он отсидел не 14 лет, а вышел 9 лет, то есть на самом деле... Примерное поведение. Примерное поведение, но самое главное другое, самое главное, что он поделился секретом с союзником, то есть его осудили даже по другой статье, его осудили по статье о передаче секретной информации союзнику, то есть дружескому государству, то есть это гораздо более мягкое наказание и гораздо более мягкое преследование. То есть на самом деле в этой истории, конечно, она, безусловно, огромная, мы, может быть, вспомним даже немножко каких-то историй, как с ним связывались, потому что он ведь, когда оказался в лаборатории в Лос-Аламосе, он исчез, то есть он несколько месяцев, никто не знал вообще, где он и чего, а потом, когда советская разведка стала догадываться, что он исчез не потому, что он перестал, не захотел больше сотрудничать с советской разведкой, а просто он оказался в таком месте, где у него связи не было никакой, то есть там просто грубо телефона не было никакого, там позвонить неоткуда было, там надо было ехать, вот вы рассказываете, там до ближайшего городка, значит, там 50 километров, и это еще не всякого туда выпускали, на первом времени, вообще там они на казарменном положении находились во время подготовки, особенно к первому ядерному взрыву, вот, и потом целый отдел на это работал, целые нелегальные резидентуры, которые просто занимались связи, связников к ним посылали, там, то есть эта история шпионская чрезвычайно интересна, чрезвычайно сложна, чрезвычайно комплексна, есть еще, кстати, очень парадоксальная вещь, вы знаете, американцы писали Сталину в 45-м году, вот летом, примерно 45-го года, когда уже более-менее там было понятно, что идет к концу и к испытанию и к использованию ядерного оружия, они предлагали Сталину послать физиков советских в США, чтобы в Соединенных Штатах Америки с ними поделились американские физики своими знаниями атомных секретов, а советские ученые высказали свое предложение, и Сталин отказался посылать этих физиков, он сказал, что нет, ни в коем случае американцы не должны знать, не должны догадаться о том, что мы знаем реально, потому что Советский Союз сам строил свою атомную бомбу, кстати, первая атомная бомба советская была точной копией этого самого фэтмена американского, они не стали пытаться чего-то там изменять, вот, анекдот маленький вам расскажу, фэтмен по-английски значит толстячок, на самом деле это можно перевести как жернов, потому что вот фэт это моя фамилия, по-английски, по-американски, вот, так что это вторая американская бомба или там одна из двух американских бомб носила мою фамилию, вот такой маленький анекдот шпионский. Сергей Олегович, я обещал, что в самом конце мы забросим удочку, что называется, в наш следующий разговор, самый великий из всех физиков действующих, самый знаменитый из всех физиков 20 века Альберт Эйнштейн. Считается, что он тоже попал в, и это может быть сенсационно прозвучит для многих наших зрителей, но считается, что и там, что называется, не все было чисто. И вот я попрошу вас, чтобы мы может быть в следующий раз рассказали удивительную историю о том, как советская разведка работала с Альбертом Эйнштейном и какую роль в этом играл знаменитый советский скульптор Сергей Коненков, которого наверняка многие наши зрители знают, помнят его работы, его мастерская в центре Москвы, его прошлые выставки, люди постарше, наверное, вспомнят. Читается один из величайших советских русских скульпторов 20 века. Причем здесь ядерное оружие, разведка, Альберт Эйнштейн. Вот давайте на эту тему в следующий раз поговорим в самом начале. Хорошо? Отличная зацепка. И люди теперь, значит, неделю не будут спать и ждать продолжения. Да. Ну и еще раз говорю, что если вас интересует история Клауса Фукса и атомного шпионажа, пойдите по ссылочке, которую мы выложим в описании, и там много всего интересного можно будет вам узнать и посмотреть. На этом все. Спасибо большое, Сергей. Я напомню, мы очередную серию шпионских историй вам показали с Сергеем Жирновым. И до следующей встречи. Счастливо. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok